Лучшие такси. Под таким девизом стартует в Караганде бизнес-рейтинг названия лидеров в сфере таксомоторных услуг. Оценивать их качество, поучаствовать в вопросе и дать свои рекомендации смогут все желающие, хоть раз в жизни пользовавшиеся услугами таксистов. Подробнее об акции в репортаже Ирины Вобещевич. Ходят и друг к другу протыкают шины, мол, типа ты не лезешь на какие-то бандитские, это же не цивизоны, да? В Караганде выберут лучшие такси. Организатором акции является Комитет малого и среднего бизнеса Регионального совета Палаты предпринимателей Карагандинской области. В вопросах культуры обслуживания пассажирского транспорта у нас были тоже какие-то конкретные правила, какие-то стандарты развития. И вот эти правила стандарта, они должны стимулировать естественное развитие конкуренции среди пассажиров-перевозчиков, среди таксистов, да? То есть таксисты должны стремиться улучшать свой сервис. Если мы сегодня в результате этого конкурса назовем «лучшее такси города Караганды», скажем, что «лучшее такси», по нашему мнению, оно должно быть вот такое, и тогда это будет какой-то стимул для потребителей, например, когда у всех будет настолько, что вот такое такси победило конкурс, и оно признано лучше, значит, потребители уже более будут ориентироваться на это такси. Целью проведения рейтинга является выявление поощрения предприятий, достигших наилучших результатов в сфере обслуживания пассажиров, обобщения и распространения положительного опыта их деятельности, развития конкуренции на потребительском рынке. Предприятия должны быть конкурентоспособными. А чтобы было конкурентоспособное, что все предприятия должны работать по единому правилу. По разным правилам ни одно предприятие, хозяйство на данном рынке, развиваться не будет. То есть пассажир должен знать, в каком такси анатольном предприятии ему наиболее безопасно, ему наиболее комфортно. Вот в этих целях это мероприятие проводится по двигателям региональной палаты предпринимателей. Организаторы планируют опросить аудиторию в 10 тысяч человек в течение месяца. Рейтинг определяется по результатам прямого анкетирования, онлайн-анкетирования в социальных сетях, а также по телефону. По итогам опроса будут выбраны и оглашены три победителя. 42 в интернете зарегистрированные такси. И, к сожалению, сегодня, по моим данным, не буду называть название этой фирмы, к сожалению, многие предпочтения дали только 12 пока, 12 такси, которые сегодня очень высокий уровень, скажем. Значит, салон чистый, машина чистая, водители улыбаются, значит, в салоне не курят. Понимаете, вот эти вот параметры очень важны. Поэтому я, пользуясь случаем, хотел обратиться, значит, ко всему населению. Значит, если мы хотим поднять культуру в Карагандинской области, поэтому я хотел, чтобы наше население очень объективно подошло к этому. В разговорах о современной службе такси можно услышать абсолютно противоположные мнения. Одни хвалят оперативность, качество и невысокую стоимость услуг. Вторые, на чем свет стоит, ругают устаревший автопар и нерасторопность водителей. Немаловажным аспектом является безопасность услуги. Одна из причин таких полярных мнений в том, что в Караганде зарегистрировано самое большое число такси по Казахстану, по-разному относящихся к клиентам и своей работе. Цель проводимого народного опроса – дать зеленый цвет компаниям, оказывающим более качественные услуги по приемлемым ценам. Подобные опросы в дальнейшем планируют проводить и в других сферах обслуживания, питания и сервиса.